здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала вновь прибывшие случайно заглянувшие я вас всех приветствую меня зовут ир сен спасибо вам большое за лайки за комментарии за ваши теплые слова девочки мальчики свободное время стараюсь и читать сегодня 31 мая у нас завтра на дворе у нас июнь и поэтому по просьбам моих подписчиков до смотрим расклад на одну позицию и он будет общий поэтому внимательно слушаем сигнификацию и тема будет я и мой загаданный партнер что у нас будет происходить в июне месяце наше взаимоотношение так как расклад на одну позицию слушаем сигнификацию если подходит смотрим дальше если не подходит это просто не ваш расклад переключите не притягивайте за уши того чего нет давайте посмотрим что на данный момент в ваших отношениях но кто-то здесь манипулирует у нас карта мага это возможно различного рода манипуляции возможно это вы занимаетесь какой-то магической работой вы у меня здесь девочки все верховные жрицы сидят которые обладают тайными знаниями умениями какими-то такой тоже может быть так что сейчас в ваших отношениях что сейчас в ваших отношениях мы здесь разбитое сердце идет до здесь такая ситуация есть один из партнеров вот как показывают под колодная карта наша здесь один из партнеров путем каких-то манипуляций путем каких-то действий которые такие мне совсем зрелые до незрелое поведение незрелое действие какое-то путем знаете как здесь что-то хочет доказать по подколодной карте до что-то хочет доказать и вам и себе человек и получается есть такой найти типаж человека немного эгоистичный вот я хочу быть всегда выигрыши я хочу кому-то что-то доказать себе вам окружающим вот и этим самым какими-то своими такими поступками незрелыми да здесь вот тройка мечей это может быть либо разбитое сердце то есть человек причинил вам какие-либо страдания когда переживаете да либо действительно тройка мечей это было вмешательство треугольники четырехугольники да такой тоже может быть давайте еще посмотрим что сейчас у вас в отношении причем манипуляции такие были знаете здесь человек мог думать что он такой на коне свинком на голове что его манипуляция прошла на ура на самом деле да думал на самом деле получилось папажу не очень-то и зрелая такая манипуляция произошла надеюсь очень много сейчас переживаний по поводу будущего ваших отношений здесь такое ощущение понимаете здесь есть общение вот я вижу что здесь есть какое-то общение либо вы узнаете новости через кого-то может есть какие-то общие знакомы через соцсети то есть здесь такое ощущение что вы общаетесь вот я здесь не вижу что вообще полная пауза была но здесь очень много переживаний очень много переживаний то есть вот вы думаете да будут продолжать отношения не буду ждать человека не ждать изменит он свое поведение либо не изменит вот как-то так понимаете есть такая вот женщина и здесь выходит сегодня в энергии из расстояния между вами я не вижу куда вот кому подойдет расклад и вы не семья вы не семья здесь вы на расстоянии друг от друга может быть конечно вы семья если вы там сейчас живете не вместе да и находитесь на расстоянии здесь люди на расстоянии друг от друга у них нету на данный момент на момент просмотра данного расклада нету совместного общего дома то есть они ночуют в разных местах имеется ввиду вот этого да здесь такая ситуация вот женщина королева жезлов она может быть в огненной стихии до либо у нее асцендент в огненной стихии либо просто на сейчас таких энергии так как расклад общий я не привязываю к знакам зодиака вот и в течение времени до у каждого человека могут меняться энергии вот эта женщина такая вот яркая лидер по жизни огненная харизматичная может быть вспыльчивый но быстро отходит внутренне теплая эта женщина она умеет дружить это женщина обладает в основном раньше от королева жезлов в древности именно были вот предсказательницы выпадали то есть здесь человек может еще и маг да здесь человек может обладать какими-то способностями может быть развивает их а может быть в таком спящем состоянии но здесь в любом случае у женщины развита хорошо интуиция вот может быть какое-то домашнее животное у этой королевы жезлов часто бывает либо она любит животных что еще лидер по жизни женщина за словом в карман не полезет да вот такая женщина может отстаивать свое мнение до уходить гул громко хлопать дверью причем уходить гордо поднятой головой а там дверь уже захлопнется она может там плакать так далее тому подобное но уходит она красиво вот такая вот женщина я грудь здесь пока здесь может быть как и новое знакомство вы смотрите ну потому что еще пока не очень понимаете потому что здесь как-то в в прошлом у вас было разбитое сердце но я сейчас не могу понять карты не показывать либо это с этим партнером было либо это с предыдущим поэтому видимо так как сейчас у меня очень много на канале девочек да поэтому карты не дают здесь однозначно это бывший или или новый партнер здесь может быть новый партнер единственное что вот чтобы вы понимали до сигнификацию вашу это вы на расстоянии друг от друга у вас сейчас какой-то начальный этап после примирения может быть до начальный этап какое-то такое общение либо это новый человека у вас здесь больше как понимаете такое общение а но я говорю вот на данный момент карты парой вас не видят здесь больше какая-то переписки общения через соцсети через интернет больше какой то дружеское может быть общение да то есть как-то вот так вот принимаете здесь несерьёзные серьёзности пока здесь не вижу. Да, здесь Верховная Жрица, здесь такое ощущение, что какие-то либо тайные отношения, полутайные, неафишируемые отношения, либо опять-таки в ваших отношениях есть тайная всё-таки опять, да, тройка мечей. В Верховной Жрице у вас может быть треугольники, да, либо это новое общение, но вы, например, ещё там друзьям, подругам, родственникам не афишируетесь. Как-то вот такие вот не совсем понятны вам и мотивы вашего мужчины, ну, партнёра, да, если вы смотрите мужчина-женщина, мотивы женщин, здесь такой вот момент, когда немножко мутноватые немножко мутноватые отношения. Здесь вы парой выходите, он тоже король жезлов. То есть вы внутренне, да, вы можете внешне очень сильно отличаться, но внутренне вот эта ваша начинка вы очень как бы подходите, да, вы парой король и королевы жезлов. Он тоже, да, яркий, огненный, харизматичный, может быть, смотрите, как красавчик в татуировках, может быть, может быть, такая у него прическа, когда волосы наверх. Вот. У него, он, у него есть внутренний стержень, вот этот его, да, жезл, то есть внутренний стержень такой, мужчина, его не сломить. Вот. Мужчина тоже, да, харизматичный, яркий, огненный. Вот. Он вот такого. Я говорю, вы внешне, вы внутренне очень похожи. Зеркалите, может сказать, говорят друг друга. Вот. Вот здесь вот такая вот ситуация, такая сигнификация. Говорю, не вижу окончания отношений. Это либо новый мужчина в вашу жизнь пришел, но есть переживания по поводу вашего прошлого, отпускания прошлого и по поводу будущего этих отношений. Либо это мужчина из прошлого, но у нас сейчас отношения такие достаточно, ну, парой вас здесь не назовешь. Да, может просто после какой-то ссоры начать общаться, но пока больше как приглядывание, какая-то полудружеская такое общение. Так, давайте посмотрим, что у вас будет в июне месяце с вашим загаданным партнером. Подумайте о своем партнере, представьте его, кто увидел, очень хорошо визуализируйте, как он пахнет, его запах, глаза, фигуру. Так, и давайте смотреть, что у вас и у вашего загаданного партнера будет происходить в июне месяце. Что у вас здесь будет. Вы узнаете здесь какую-то тайну, которая, да, вот карта тайны, карта тайны, да, то есть закрытая информация, которую вы то ли хотели знать, то ли не хотели. Здесь именно как новости какие-то, а вы про нее узнаете. Да, вот эта вся информация, какая-то полутайная недосказанность между вами, она здесь вас гоняла как-то в состоянии апатии, в состоянии того, что не знаю, что хочу, будет, не будет, то есть как-то вот загоняла вас. Эта информация, что это вам даст с этой информацией? О, это вам даст здесь прояснение будет, да, двойка кубков, это опять-таки любовная карта, это информация прояснится, недосказанность, да, у вас здесь вы поговорите, да, здесь карта разговоров, карта общения, и вот та ситуация, да, карта закрытая, то есть закрытая информация, закрытые какие-то недосказанности, недоговоренности, которые вас в четверку кубков гоняли, когда вот вы здесь переживали, страдали, не знали, да, здесь вот это все прояснится у вас, то здесь человек пойдет на контакт с вами. Так, что еще у вас будет загаданным партнером в июне месяце? Смотрите, у кого была пауза, здесь, так, сейчас, здесь у кого была пауза, здесь женщина будет думать, надо ли возвращаться, давать ли шанс или нет, здесь именно женщина, королева жезлов идет, да, и она будет на распуте, у нее будет два варианта развития событий, у нее будет, у нее четко в голове два плана действий, она некоторое время здесь будет колебаться, женщина показывается, да, здесь некоторое время женщина будет колебаться, она будет думать, какой дорогой ей пойти, пытаться балансировать, сначала, знаете, вот она, вот показывает два выбора пути, она встанет перед ними и не будет, то есть она как-то в инертном состоянии будет, она не будет выбирать ни одно, ни второе, будет пытаться найти между этими двумя выборами баланс, но потом все-таки она решит из этой ситуации какой-то уйти, людей, то есть здесь для их отношений, для ваших отношений, вот здесь вот ключевую роль будет играть женщина, от женщины будет очень много зависеть, будут ли отношения эти дальше продолжаться или нет, здесь будет уход, я спросила, от чего уход, уход от, здесь вот выбор будет какой-то, да, выбор дальнейшего пути, сейчас мы посмотрим, что именно это даст для ваших отношений, потому что это может быть женщина вообще решит выйти из отношений, да, может быть просто решит уйти от какой-то ситуации, да, вот узнать какую-то тайну здесь, какую-то информацию. И женщине это даст повод для размышлений и повод для выбора дальнейшего пути. То есть всё тайное между вами станет явным, и именно женщина задумается о том, что дальше быть. Она в любом случае вот от этой ситуации, она уйдёт. Только что-то даст для отношений, сейчас мы посмотрим, да, что это даст. Здесь даже может быть у женщины переезд какой-то, или какая-то поездка. То есть она уедет из родных мест куда-то в другое место. Что это даст для их отношений? Что это даст? Здесь уход от прошлого, вот именно уточняю, что это шестёрка кубков, это карта прошлого, карта ностальгии, да. Да, здесь вот очень судьбоносные перемены, карта повешенной. Это, она перевернулась, да, здесь именно уход от состояния жертвы. Здесь женщина посмотрит на ваши отношения под другим углом, совершенно по-другому. И это кардинально изменит ваши отношения. Уход от прошлого, да, уточнила карту восьмёрку кубков. Движение вперёд, движение от прошлого. Это даст выход из застоя вашим отношениям. То есть по Верховному суду и карта повешенному, да, выход из болота, из какого-то, из какого-то состояния такого, когда были ограничения. Вот как будто вот в этой сетке висел, да, не знал, что делать. Вот здесь вот от этой ситуации будет уход. То есть вы проясните здесь, женщина принимает какое-то решение очень судьбоносное и уходит от прошлого. Опять-таки, либо от вашего совместного прошлого, да, если вы смотрите с мужчиной, с которого там это из прошлого, либо она просто уйдёт от своего прошлого, да, уйдёт от состояния своей жертвы, да, от состояния какого-то ограниченности. Раскроет свой женский потенциал, свою женскую сексуальность и раскроет, да, вот это прошлое, останется в прошлом, и ей будет легко, как груз с плечи. Так, что ещё у вас с вашим загаданным партнёром? Здесь почему-то, кажется, стали говорить про женщину, но, видимо, эта ситуация и эта информация вам нужна. Да, поэтому, да, давайте всё-таки посмотрим, что у вас будет с вашим загаданным партнёром в июне месяце. Здесь поставится точка на каких-то хитростях. Здесь поставится точка на каких-то хитростях. Здесь вы ваши отношения будете переводить на другой уровень. Да, здесь ваши отношения будут кардинальные перемены у вас. Выход из застоя, движение, опять-таки, вперёд у вас. Здесь, да, на каких-то манипуляциях вы поставите точку, вот, и выйдете с какой-то стабильности здесь, движение вперёд. И что это даст? Может быть, даже у кого-то здесь вы увидитесь. Какие-то обстоятельства здесь мешали, но здесь идут карты дороги. То есть, здесь кто-то куда-то соберётся поехать. Возможно, это вы, либо ваш партнёр к вам, либо вы к партнёру. Здесь две карты дороги. На хитростях будет поставлена точка. Выход из... Причём, как-то женщина здесь интуитивно будет принимать решение. Основываясь на интуиции, она будет прислушиваться к себе. Какая-то информация будет этой женщине приходить от неясности. Что ещё между мужчиной и женщиной здесь будет в июне? Тройка кубков. Король мечей. Королева Пентакли. Ну, вот вы... Здесь у вас будет общение. Но тройка кубков, опять-таки, да, вот... Во-первых, вы немножко здесь вот в июне будете разных, так скажем... Он мечевой идёт, вы Пентакли вы идёте, да? То есть, он такой более холодный будет, а вы более земная будете. Немножечко у вас вибрации расходятся, так скажем, да? Вот. Он может быть более закрытым, более холодным, более отстранённым. Вы больше на материальное будете в июне месяце, да? Больше как-то на себя, в себя и в окружающее пространство простраивать. Но здесь больше как тройка кубков, больше... Опять-таки, это не семейная карта, это не роман, а больше как дружеская какая-то, да? То есть, вы общаться будете, но вот именно, говорю, здесь женщина будет принимать решение. Причём, она, говорю, здесь принимать решение, она будет уже основываясь не на чувствах. То есть, эта женщина может и умеет любить, я ничего не могу сказать. Но здесь она будет взвешивать все за и все против. Да, кроме чувств, знаете, как мне сказала одна моя клиентка, любовь-любовь, я кушать хочется всегда. Вот здесь та же история, да? То есть, здесь женщина будет взвешивать и, там, к примеру, как ты относишься... Ну, если у вас есть дети, как ты относишься к моим детям? А сможешь ли ты нас обеспечивать? А как ты будешь вкладываться в отношениях? То есть, у неё очень-очень-очень много факторов, в которых она будет вот смотреть, да, на этого мужчину. Вот. Но здесь у вас, я говорю, здесь вот... Здесь больше как нелюбовное общение, больше как будто такое какое-то дружеское, не совсем серьёзное. Если это начало отношений, тут понятно, да, то есть, люди будут продолжать дальше узнавать, и женщина будет принимать решение, быть ей с этим человеком или не быть. А если это старый мужчина, то здесь просто вам задумайтесь, да, потому что здесь вот как-то не очень серьёзно всё. Что у вас ещё будет с вашим загаданным? Манипуляции опять будут. Кто-то будет прилагать усилия для того, чтобы эти отношения имели место быть. Да, будет тяжеловаться. Вот в ваших отношениях будет как-то тяжеловато. Но здесь есть чувства, как бы, я не могу сказать, что они прям супер-пупер серьёзные, да, всё-таки это рыцарь кубков. Вот. Чувства есть, эмоциональная вовлечённость есть. Но здесь будет с вашим загаданным партнёром вам тяжело. Опять-таки, почему? Ну, потому что здесь женщина будет принимать решения по поводу дальнейшего существования этих отношений. Какие-то есть обязанности, обязательства и у вас, и у вашего партнёра, которые надо решить, может быть, по поводу детей, где детские карты выходили. Это может быть, не знаю, поступления, выпуски и так далее, там подобное, детские садики, школы, университеты, не знаю, там ещё что. Здесь такое может быть. Вот. И из-за этого здесь вот может быть тяжело и вам, и вашему партнёру. Будет какой-то момент, когда вы здесь можете, я извиняюсь, полаяться, да, вот как-то не найти общую точку соприкосновения. Да, здесь может быть и ревность, здесь может быть и выяснение отношений как-то. Вот я говорю, здесь будет какой-то момент у вас, когда вы друг друга... Я этого, я не понимать, как говорится, да, то есть вот не найдёте вы вот нужных слов, может быть, или не захотите, кто-то что-то не так поймёт, да, и вот вылезет вот этот рыцарь мечей. Ещё и паш мечей. Да, здесь, понимаете, как-то вы можете по поводу денег поссориться, либо по поводу работы что-то у вас здесь будет, либо там человек приревнует вас, может, к вашей работе слишком много, вы уделяете времени работе, либо там подумать, что у вас кто-то на работе есть, здесь вот с платой работы финансов, и вот из-за чего вы можете поругаться, да. Может быть, просто человек вас приревнует, что вы там общаетесь с какими-то коллегами, или ещё что-то, либо по поводу денег, к примеру, да. Если это мужчина из прошлого, вы можете здесь поссориться по поводу, к примеру, алиментов, да, или, к примеру, там нужной суммы денег, или, ну, что-то вот такое, понятно, да, это деньги, работа материальная, что-то материальное. Вот, вы можете из-за этого же поссориться. что еще у вас здесь будет вы потом помиритесь вы потом помиритесь но я говорю здесь большую часть времени, да, здесь кто-то просто будет защищаться очень много обдумывать, то есть вот после этой нападки, да, после которой нападка произойдет, кто-то из вас на кого напали, да, уйдет в отшельника будет защищаться как-то да, это сора как-то эмоционально вытряхнет этого человека, вот но по итогу все здесь, да, здесь все закончится, то есть если по поводу денег по поводу работы, деньги вы получите, да поссорились по поводу работы тоже тут примирение, то есть человек поймет что, к примеру, у вас ревновал, да не необоснованно также, кстати говоря, информация пошла, что здесь вы можете что-то купить и ваш партнер подумает, что вы там транжиры, что-то туда деньги не туда тратите на какие-то свои прихоти здесь будет какой-то момент у вас, может мужчина уйти в себя здесь какой-то может быть момент, когда мужчина немножко отойдет от вас, уйдет в себя момент тишины, момент пропадания здесь это будет для чего? для того, чтобы он здесь что-то обдумал он, кстати говоря, может обдумывать и при всем при этом что интересно, здесь он может как-то и выпивать, и с друзьями общаться то есть он во внешний мир будет девятку кубков показывать то есть у меня все хорошо, я не переживаю там и знаете все у меня на самом деле хорошо здесь, на самом деле ничего у него не хороо watch он здесь вот лежит такой у нас весь в ледышках вот и смотрит на ситуацию вперед, да, то есть он это все оставляет сзади себя, позади себя смотрит уже на вас и на ваше будущее но обдумывает здесь свое поведение скорее всего что у него здесь будет, да потому что вы здесь, он смотрит на вас вот, если так дальше мы смотрим Он смотрит на вас и обдумывает всю эту сложившуюся ситуацию. Помиритесь ли вы? После этой ситуации помиритесь ли вы? Здесь будет делать это он шаги, да. Здесь он будет делать какие-то шаги. Он посидит, подумает здесь, что-то повзвешивает, обдумывает, да. А потом здесь будет, он будет действовать здесь. Да, он будет. Поэтому смотрите, здесь человек будет. Поэтому какие у вас отношения в принципе? Давайте общий фон отношений на месяц. Посмотрим общий фон ваш. Пятерка жезлов, конкуренция между вами. Здесь будет шестерка жезлов, кто кого прогнет. Здесь у вас будет двойка мечей. Вот вы с ним, смотрите, общий фон. У вас здесь какая-то такая словесная, эмоциональная, силовая дуэль будет. Вот мы здесь, пятерка, двойка мечей. Вот мы здесь схлестнулись с человеком, Каждый стоит на своем Каждый видит свою точку зрения Не хочет идти на уступки Каждый хочет победить И пятерка жезлов, карта конкуренции Поэтому вот такой общий фон у вас будет Но все закончится полюбовно Все закончится У вас здесь и туз кубков идет И король кубков То есть здесь мужчина тает Поймет, что где-то он был неправ Где-то нужно уступить женщины Такая тенденция у наших мужчин сейчас Что они зеркали женщины И стоят до последнего Ждут, когда она будет делать первые шаги И ждет именно от нее Хотя женщина как бы сейчас Слабый пол, хотя она далеко уже не слабый Но тем не менее Едет деление, что женщина слабый пол И почему-то мужчинам Общая тенденция какая-то Что они ждут именно шагов от женщины Но здесь будет действовать мужчина Он посидит, подождет Вы здесь друг друга попрогибаете Но потом он придет к вам с любовью Король кубков и туз кубков Поэтому после вот этого общего фона К концу месяца или когда там Вы должны все-таки помириться Единственное, что вы здесь Потому что вы король и королева жезлов И никто никому не хочет уступать Вы такие вот столкнулись Вы прям зеркались друг с другом Но мужчина будет действовать здесь Вот такой вот получился расклад Девочки и мальчики Я вас всех люблю, всех целую Мирного неба над головой Счастья вам, вашим родителям, вашим деткам и внукам И всего самого наилучшего Счастья вам, вашим деткам и внукам